не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем и так до сих пор вы пребывали в заблуждении что являетесь индивидуумом дживы как только концепция дживы ушла ее противоположность концепция бога живой тоже ушла иллюзия моя казалось очень пугающий но ее на самом деле не существует это лишь заблуждение результатом знания себя является полное бесстрашие знание себя означает отсутствие страха в каком-либо существе та жизнь где нет страха в существах это бесформенная жизнь она за пределами даже невидимости это не какая-то материальная форма воспринимаемые чувствами и я не разрушить никакими опытами в которые вовлечены пять элементов она не затрагивается даже ощущением будто что ты знаешь коль скоро иллюзия нереально зачем нам таить какой-то страх на предмет того что случится в будущем и как это произойдет во сне можно испугаться но при пробуждении страх уходит подобным образом при пробуждении к собственной истинной природе всякий страх уходит многие невежественные люди консультируются у астрологов чтобы те растолковали им сны и хотя этот мир оказался нереальным как только вы взволнованы он показывает вам что вы как следует не различаете что к чему везде где есть тревога нет блаженство знания себя только тот наслаждается блаженством кто уверена в своей подлинной природе тот чем подавлен никогда не свободен от тревог поскольку он страдает от ложного мнения что он индивидуум тот чьим лишь он проницательности никогда не спросит почему ему не следует тревожиться все люди набрасывают на себя вольт тревоги и умирают от волнения но никогда не задумывается о том почему волноваться им не надо вовсе вы разрешаете псу беспокойство входить в алтарь во внутренний храм своего дома от тревоги нет никакой пользы никогда вопрос в том о чем же тревожится бесформенной самость каждое живое существо день и ночь раздираемая внутренним раздором даже судья ли царь не свободно от беспокойства потому что даже судья не может вынести справедливого суждения о беспокойстве он даже спать не ряжет без волнения как только он ложится на кровать он начинает волноваться спрашивается почему по крайней мере он мог бы поспать спокойно на следующий день когда он станет он хотя бы мог получить пользу от отдыха полученного во время глубокого сна но тем не менее этот человек никогда не перестает беспокоиться даже если он получил какую-то пользу или выгоду он продолжает тревожиться пробудиться к самости само по себе действительно полезно поэтому я вас спрашиваю какой смысл вообще чтобы вы не захотели сделать вам надо это делать без волнения из-за ощущения тревожности невозможно обрести знания духовное знание не воспринимается чему быть того не миновать зачем тогда волноваться даже господу шри рама чандре одним прекрасным утром пришлось отправиться жить в лес покинуть свой трон так что то чему суждено случиться случается тогда зачем беспокоиться блаженство брахмана очень тонкая нежная однако из-за тревоги это великое блаженство невозможно тем кто выполняет духовную практику садхану желанием наслаждаться тем блаженством никогда не следует тревожиться только тогда может быть обретено то блаженство когда иллюзия что-то живо уходит самость осознанно полностью зачем вам о чем-то беспокоиться иллюзия видна лишь воображение если воображение у вас нет иллюзия не совершает никаких действий есть история в одном расставщики который ужасно беспокоился что случится если произойдет тот и этот он был очень богат у него была большая семья большой стадо коров буйволов и лошадей у него было много слуг а закрома ломились от зерна однажды во время праздника девали после обильного ужина он с комфортом прилег у себя в холле окруженной членами семьи и вдруг он вспомнил что несколько лет тому назад была засуха и в их округе пала множество скота и много людей были на грани смерти из-за голода и вот комфортно сидя у себя дома он вспоминал те прошлые события его переполняла печаль слезы подступили к глазам так он и сидел в подавленном состоянии спустя какое-то время пришла его жена и увидел его состоянии она очень удивилась и поинтересовалась что стряслось он сказал дорогая моя что же будет если все это повторится и начал без стеснения плакать его жена поднялась с места подошла к нему это же стала плакать заметив это еще несколько женщин подошли к ним и спросили что случилось почему они плачут она ответила ничего страшного просто если этой ситуации повторится что же с нами будет среди богатых и утонченных людей часто так бывает что ощущение одного передается на всех и вот под воздействием ростовщика его жены все остальные члены семьи тоже начали плакать а вслед за ними все слоги постепенно поскольку он был богатым уважаемым человеком к мнению которого прислушивались это настроение распространилась на весь город и окрестности каждый спрашивал другого что же будет если та ситуация опять повторится а когда плач уже был повсюду мудрецы стали разбираться какой же реальный факт стоит за всем этим ажиотажем собрались уважаемые люди и пришли в дом к тому богачу со словами в чем собственно дел тогда он снова рассказал историю о прошлой засухи услышав это все очень удивились то же самое происходит со всем миром все искажается воображением не думайте что это истории только того ростовщика это ваша история если самость начинает бессмысленно волноваться без причины все приходят в смятение и все интересные органы и функции тоже сбиваются с толку беспокоиться подавляются все существа постоянно волнуются о том что случится и как это произойдет везде и всюду на свет прорывается эта патетическая история по поводу будущего человек рождается с плачем и продолжает плакать до самой смерти что заставляет труп смотреться так торжественно он смотрится торжественно только из-за горе окружающих если никто не плачет труп не получает почести и не выглядит так торжественно есть изречение найдется ли кто-нибудь кто будет тебя оплакивать а если кто то не плачет говорят что он бесчувственный так что подумайте почему почему надо плакать почему надо волноваться волноваться нормально но волнение должно быть оправданным зачем беспокоиться понапрасну будьте уверенными и убежденными случится только то что должно случиться тигр определенно собирается убить вас и съесть и неважно как вы все это назовете так почему бы вам не убить тревожность без нужды созданную названиями судьба разыграет пьесу по-своему и до конца зачем тревожиться о том что произойдет будущем короче говоря блаженство приходит туда где есть радость также как закваска добавляется в молоко чтобы получился йогурт для того чтобы обрести состояние высшего блаженства вам надо уже быть радостным и не тревожиться если богач тревожится больше бедняка богачу хуже чем бедняку тревога такая штука что сама по себе не уйдет если ее не отбросить даже если вы добились полного благополучия вы все равно в тревоге что может бог с этим поделать что может сделать для вас бог если вы сами не отпускаете свои тревоги как только вы потеряли свое качество развлечения тревога всегда проникает вас индивидуум считает что это он тот кто делает все и соответственно страдает говорят ведь что слишком умный это дура индивидуум думает все никто не может ничего сделать как следует только я могу все сделать как надо без меня не может быть сделано ничего хорошего совершенно понапрасну он всегда тревожится подобным образом вы не успокоитесь если будете продолжать держаться за все эти тревоги так что позвольте ему идти следуйте таким путем вам надо быть вне волнений иллюзия создает страх только для того кто постоянно беспокоится что случится и как это случится сколько не волнуйся смерти не избежать все равно как только вы проецируете образ того что случится начинается волнение вы начинаете беспокоиться о вещах которых даже не существует почему вы позволяете себе быть несчастными тревожить о будущих событиях вы потеряли способность развлечения поэтому вы встревожены сумасшедший воображает себе счастье в своем воображении безуме сможет даже дать пинка богу индре и он счастлив своих мечтах и очень храбр мечтах вам нужно быть счастливым и удовлетворенным простым куском хлеба тот кто беспокоится даже после обретения нектара бессмертия без сомнения враждебен богу кто-то делается несчастным когда видят счастье другого почему вы становитесь несчастны виде чудо радость потому что вы думаете у меня нет того что есть у него какая удивительная и странная природа дживы это нежелательное состояние причина такого критицизма в том что тот кто не скромен несчастен нищий свободен от всякой тревоги в каком-то смысле он отшвырнул ее он есть свой хлеб с чатни с царским величием просто посмотрите какое удовольствие он получает от такой простой еды все можно делать не ощущая тревоги никогда не беспокойтесь если обстоятельства действительно того не требует чтобы не случилось пусть случается не волнуйтесь только тот кто освободил себя из тисков беспокойства способен обладать знанием брахмана только он может обрести то знание к тому кто в радости блаженство льется самотеком он наслаждается блаженством постоянно печаль к печали и горе горе тот кто полностью отпустил беспокойство храбрец оседлавший тигры господь вишну возрежит на теле самого ядовитого змея шиши и не боится не волнуется по поводу его страшного яда ядовитый из живения змея не беспокоит его наоборот оно доставляет ему удовольствие самодостаточный он наслаждается блаженством самости вот почему он супруг лакшми богини благосостояния и богатства в то время как он пребывает в собственном внутреннем блаженстве богини лакшми массирует ему стоп но ты индивидуум находишься у стоп бренной тревоги и она жжет тебя из-за всякой причины отпусти тревоги и будь счастлив тревога яд зачем держать во рту горечь муха не попадает в суп слепому потому что он не переживает по этому поводу змея не кусает младенцев наше собственное воображение становится нашим врагом ты воображаешь себе какой-то призрак и он от тебя что-то требует а затем тревога становится повседневностью она завладевает тобой а потом начинает полностью тебя контролировать ты должен дать иллюзии уйти никогда не воображай себе никакого горя тревога прилипла к твоему уму избавься от нее спокойно разобравшись в ее несущественности и ненужности и тогда ты определенно будешь счастлив и люди видна только воображение иллюзия или майя это всего лишь концепция и концепция это индивидуум джива и концепция которая принимает форму дживы майя самого начала понимания в детстве в нас возникают различные эмоции это майя сама природа дживы в том чтобы получать сведения воспринимать ощущать что-то джива значит майя это однако не осознается пока не станешь очень спокойным проницательным и умиротворенным и не утвердишься в этом покое реальный показатель упроченности в этом покое только если вы остаетесь невозмутим и неподвижным перед каким угодно порывом возникающим в уме иллюзия видна только воображение золото является только золотом для продавца но она является украшением для того кто его носит продавец продает его по цене золото и деньги берет за вес также как золото для золотых дел мастера это только золото также и брахман для мудреца брахман мужского рода и майя женского рода ложное название это как иллюзии фокусника золото в форме украшения подобно иллюзии возникающие формах проявлено украшение это форма или видимый объект но сделано оно из золота так что украшение подобно иллюзии золото если его иметь ввиду без формы не рассматривая как украшение подобно брахману не проявляющемуся как иллюзии название и форма объекта создает кажемость его отдельности от других форм именно из-за этой веры в отделенность возникает приязнь или влечение к тому объекту там где есть отдельная форма золота как украшение которое принимается за нечто реальное или которые нравятся там есть и привязанность к форме уллюзии украшение само по себе очарование очарование или привязанность имеет отношение к форме которые видим форма принимается за нечто истинное и поэтому нас влечет к ней такая увлеченность формой привела в смятение самость то смятение и есть тега которая приняла на себя роль защитника иллюзии это надо ясно понять форма подобно украшением и хотя мы точно знаем что не являемся украшением нас все-таки она привлекает это великая иллюзия мы не являемся индивидуумами имеющими тела мой брахман вне предела формы тел когда тело кажется реальным тогда ты индивидуум джива а иначе ты только брахман сказано брахман следует существовать как брахман царь ведет себя осознавая что он царь и солдат ведет себя как солдат также и брахман или тот кто осознал брахман должен вести себя как брахман очевидно что как правило каждому надо вести себя согласно своему положению это естественно человек который зарабатывает 300 рупий живет в своем собственном стиле и ведет себя соответственно тогда как тот кто зарабатывает только 20 живет согласно своему статусу знание себя подобно этому каждый конечно же ведет себя в соответствии с собственным пониманием но встает вопрос а правильно ли он понимает все есть бог бог вне любых форм этот бог есть наша самость этот мир принадлежит ему и он им наслаждается поэтому он и должен оставаться в полном своем осознании ему никогда не следует забывать что он бог чем бы он не занимался и какую бы жизнь не вёл это не просто чья-то такая позиция что он может стать брахманом это не так что захотел и стал или позиционировал себя и стал это так как есть естественно и жить надо в его царской славе в постоянном знании вести себя надо помня кто то есть и тогда все станет легко но только для того кто понял есть история женщине которая постоянно перечила муж это выражалось обычно в том что она не желала делать то что он не говорил бедного мужа это страшно достало и вот он повстречался с мудрецом мудрец ему посоветовал говорить всегда обратно и тому что он действительно хотел и когда тот последовал совету он стал очень счастливым смысл истории в том что если у вас хорошие помыслы то так или иначе вы добьетесь результата изначально вы представляете собой брахман тот человек из истории но ваши мысли уводят вас в сторону перечащий жена и приводит к иллюзии таким образом все и происходит однако если просто принять эту позицию и не только думать об этом брахмана не станешь позиционирование или мышление не могут удерживать состояние брахмана все учение адресовано лишь мышлению или направлено на обретение твердой позиции однако в действительности самому брахману нельзя ничего посоветовать брахман в своем собственном бытии это только брахман а мысли или мнение близко к нему не подходят в брахмане не существует ни большего ни меньшего дурак был очень счастлив к моменту смерти потому что чувствовал себя в полной безопасности из-за того что имел много денег дурака не сложно сделать довольно если какой-либо способ избежать смерти абсолютно никакого хоть как-нибудь пригодятся ему деньги в будущем не всю свою жизнь он не понимал как следует что к чему радость и печали зависит от отношения и не касаются брахмана отношение зависит от концепции дживы брахмана вне иллюзии тогда как и джива вплетена в иллюзию весь этот видимый мир ложен наша истинная природа в том что мы верховный бог этого мир этот мир появляется благодаря нам мы опора мира если бы нас здесь не было на какой основе проявился бы мир воистину благословенные те кто медитирует на и просыпаясь надо помнить что ты брахман и только с осознанием этого надо есть пить работать и так далее иллюзия предстает только перед алюзорным осознанием или пуруш и иллюзия концептуально так же как и пуруша тоже концепция это только идея и потому ложно наша природа это брахман вне всяких концепций для человека у которого нет ни идеи ни концепции мир это тоже ни идеи ни концепция потому что он ничего себе не придумывает надо вести себя с полным осознанием что ты вне всего например если у человека есть миллион рупий он знает об этом но он не может откусить от той суммы кусочек деньги не едят он не станет есть деньги он лишь живет с постоянным осознанием что у него этот миллион есть удовлетворение которое испытываешь после окончания еды невозможно испытать пока обед не съеден пожалуйста поймите разницу между удовольствием в процессе еды и полным удовлетворением которое ощущаешь когда наелся знание себя это как раз такое полное удовлетворение или блаженство оставаться в состоянии экстазы самости называется поддерживать славу брахмана говорят что каковы твои мысли в момент смерти таковое твое положение в высших мирах когда мы умираем для себя самих когда я уходят тогда есть непосредственное переживание брахмана со смертью я мы становимся свидетелем своей собственной смерти когда четыре тела явное тонкое причины и твуре или про причины и пять покровов сознания она мая прана мая мана мая бодхи мая и ананда мая уходят все разграничения тоже уходят ты самость независимая четырех тел ты независим от каких-либо качеств ступеней и прогресса хоть кто-то может что-то рассказать о том где умолкают веды где способность описывать становится нулевой когда есть осознание себя полностью подтверждается подлинность того о чем говорят писания что говорит гуру и что является нашим собственным опытом это называется тройственным подтверждением подлинность осознавший себя подтверждает собой подлинность истины всей этой троицы является настоящим джиняне и это знак самости это называется истинного знания существовало заблуждение вот это джива которое теперь ушло другие тоже нас обманывали наши близкие родственники на двенадцатый день после нашего рождения индуистской обычай собрались вместе тайно решили как нас следует называть и закрепили за нами ими этот человек который был рожден желанием других всю свою жизнь бесцельно пыжится гордо думая себя как о том имени таким образом условности других задали для него рамки потом благодаря огромной удачи садгуру помогает ему и поднимает его он спасен садгуру ему напомнили его подлинной природе только тогда он действительно понял что он самый есть самость безначальный первичный брахман которого целый мир надеется найти воздать почести ради которого выполняют духовную практику и постоянно повторяют его имя так он стал брахмана у реальности убежденной собственным опытом он перестает отождествляться со своими занятиями в миру и становится посторонним для общества он осознал что самодостаточен и что находится вне объективных вещей постепенно взбираясь высшее состояние осознания он достигает себя самого царь-отец отдает свое царство сына также и садгуру возвел вас на престола своего высокого состояния вам надо наслаждаться тем гран брахмана состояние индивидуума дживы иллюзорно это невежество первородный грех иллюзия означает неправду состояние джива состоит из джа и его что значит она как бы рождена но на самом деле не рождена она иллюзорно если эта индивидуальность не правда тогда что же правда правда такова я есть то что не рождена это неправда что я был рожден и зовусь определенным именем как например том дик или гарри есть история льве которым владела иллюзия будто он человек он пошел к пастуху чтобы наняться на службу какое-то время пастух кормил его молоком а потом начал давать навоз естественно лев скоро стал голодать и тогда он встретил гуру гуру сказал им ты лев который убивает и съедает любое животное какой захочет почему ты ешь навоз когда лев узнал о своих способностях он пошел в лес стал охотиться и питаться как надо также индивидуум на самом деле параматман но принял себя за дживу и стал несчастным перестань бы человеческим существом есть навоз коим являются чувственные объекты есть навоз значит присваивать и результаты действия карма результат любого действия совершенного индивидуума это навоз производимой овцой которая есть иллюзия майя когда ты уверена что ты шива ты избегаешь этих результатов кармы подобных навозу в шиве не привязать никакую карму с его позволения самость это брахман воображаемое тело действует вместе со всеми органами чувств если есть знание себя тогда тот кто наследует результаты кармы отвергнут и нет сущности чтобы получить какой-то результат так что нет никого кто выступил бы в качестве осужденного когда иллюзия джива ушла все действия тоже ушли он свободен от всякой кармы горы грехов обратились в прах и поднялись гор добродетелей добродетель в данном случае означает истину реальность тот кто осознал самость стал богом знание себя само по себе гора добродетели безгранична добродетель того у кого есть знание себя тогда как тот у кого его нет зарабатывает горы грехов грех это думать что ты индивиду когда дживы не существует то и греха тоже нет как только есть ложное представление что являешься дживой поднимаются горы грехов эти горы рушатся вместе с пониманием нашей истинной природы как брахмана человек который был жрецом брахманом думал что он низкой касты ел мясо боевого эта концепция что он низкой касты сопровождалась для того брахмана совершением греха если раба благословляют на вечную жизнь это значит что он вечно будет рабом ложное отождествление творит грех славен тот день когда нам приходит знание что мы не дживы но мы суть брахман тогда рабство уходит иллюзия что-то джива уходит в тот день горы грехов тонут в глубине моря а солнце знание восходит и ты снова попадаешь в место откуда изначально пришел ты достигаешь своих корней и четыре тела исчезает поворачиваться к объектам чувств опускаться быть обращенным к самости возвышаться когда осознаешь самость освобождаешься полностью это называется саюджи мукти полная аннигиляция всего вот что такое саюджи мукти когда нет ни я не ты кому хотеть свободы благословен тот кто через растворение я осознал брахман он хозяин той свободы и может даровать это состояние другим тот является джиняне кто понял что все видимое ложно вещи видимы нет сомнения но это лишь брахман и нет ничего отделенного в этом огромном городе мумба и если ты возьмешь гор с земли будет это гор с землей или мумба и люди дали земле название мумба и и ведут себя соответственно на самом деле это всего лишь земля нет никакого мумба и без земли мумба и не существует также без жизненной энергии читания мира не существует если углубляться до конца вы не сможете найти уже ничего кроме той энергии жизни есть только читание если вы посмотрите внимательно глядитесь как следует нет никакого видимого мира если видеть вы будете таким образом и выполнять все действия совершенно точно знаешь что все не фальшь и вести себя вы будете только с таким отношением тогда это и есть свобода когда у вас есть физическое тело тот кто помнит совет данной гуру и воплощает его на практике имеет право на свободу но это значит что нужно отказаться от чувства обладания телом это цена которую ты должен заплатить нам следует проживать жизни не в качестве физического тела но в качестве жизненной энергии читания свобода очень близко и легко достижимо когда вы идете кур однако иллюзии держит на готове очень мощное оружие чтобы обратить его против ученика это оружие нехватка веры в кур нам надо служить гору и работать над собой с преданностью ему пока мы не добьемся результата преданному надо терпеливо и сферы ждать пока плод созреет те кто не реализовав этого провозглашают я брахман после смерти становятся демон если манга не поспела у него кислый вкус и вы не получаете от него удовольствие если плод полностью не созрел реальной пользовать него не получите сангуру дал нам третий глаз который является внутренним взглядом непосредственного восприятия истины это третий глаз огня знания господа шивы это не физический класс это глаз знания у нас есть пара наших физических класс и города нам новый класс который есть солнцезнание властелин целого мира бесформенное существование поруша пронизывающие собой все и есть этот класс когда ты смотришь этим глазом весь мир исчезает он рушится и мы видим лишь брахман видимый мир и такого иллюзии а тут новый глаз данные сангуру разрушает иллюзию преданный гору наслаждается блаженством единственности будучи в теле когда господь шива обладает знанием себя он говорит я переживаю сон о себе самом сейчас я познал тот сон как себя тот сон о бытии собой о существовании в качестве себя переживание наше и случается только благодаря нашему существованию поэтому и называется переживанием себя благодаря самости и принимая поддержку которую даю я зажигается и горит это пламя разума когда мы наблюдаем все с помощью пламени разума мы видим что все рождено только из самости здесь нет другого поскольку это переживание самости и переживается самостью она называется переживанием себя все эти термины брахман самость переживание себя значит только одно что все это является сном сварупой самости переживание себя это самая реализация говорят что мир это место игры взрослых под взрослыми имеются ввиду люди знания они обладают знанием себя и они великие для них весь мир игра в той игре у них нет ни печали ни ликования ни обретений ни потерь ни грусти ни смерти ничего такого для тех кто видит мир как переживание себя он представляет собой естественную игру радость невежественные люди принимают мир за реальность их жребий печаль тревога и страх мудрые однако знают что мир нереален и счастливо живут в своем доме счастья мудрец говорит мы живем в стране куда никому нет ходу нам надо оставаться в нашем собственном городе наш город это место откуда никто не возвращается тот кто осознал брахман говорит только о вещах которые есть в том городе интересуется только тем городом тот город станет говорить только о себе самом богачи будут говорить о своей богатой жизни а тот кто знает себя будет говорить только о брахмане человек узнает по его речи и поведению и тому подобное узнает какой он касты какой религии какого рода занятий и так далее поведение речи деяния джняни всегда исполнены мудростью мудрец всегда будет жить как мудрец когда кто-то просветлен учением садгуру все четыре тела физическое тонкое причинное и твое или про причины растворены тогда все становится ненастоящим на самом деле она уже не настоящее только состояние единства называет все ненастоящим отставив в сторону все вещи он поглощается единым тогда становишься тем что было твоей целью становишься конечным местом пребывание тотальной свободы сайджи мукти становишься обладателем твой тотальной свободы то что остается после отбрасывания видимого брахман в невежестве наблюдатели наблюдаемая две разные вещи когда то что наблюдается растворяется наблюдатели остается один без объекта наблюдения то и есть брахман в глубоком сне невежественной оставив позади видимый мир наслаждается тем состоянием не знаю об этом невозможно жить не наслаждаясь этим блаженство тот кто не может как следует выспаться обязательно оставит тело что будет означать вечный покой смерти состояние глубокого сна это необходимость в равной мере разделяемая и богачом и бедняком счастье глубокого сна общее для всех существ человек может быть должен миллион рупий или ждать что ему отдадут миллион оба равны в глубоком сне великий грешник и иогин равны в глубоком сне то что вне границы видимого и есть самость если мы как следует выглядимся это вселенная предстанет не тем чем кажется неведение это то что ложно и относиться к этому как истине тоже неведение узнать ложное как ложное распознать его нереальность и есть знание знать реальность истинное знание принимать нереальное за реальное неведение мудрецы видят ложное ложным и соответственно переживает это холм на самом деле не холм а куча земли когда вы смотрите на город мумбай земля на которой он стоит незаметно если вы увидите это как землю мумбайка город исчезнет из поля зрения освобождение это узнать что истина а что ложно считать ложное истина рабство тот кто покидает этот мир зная что мир ненастоящий больше не вернется у того кто убежден что мир ненастоящий нет желания возвращаться однако такое желание не оставит человека который думает что меру настоящий это желание умирает тех кто не испытывает дальнейшей нужды в мире ничто больше не заставляет тебя принимать рождение принимает рождение или рождаются только из-за собственного желания приготовление для своего следующего рождения делаются сегодня для тех кто невежествен есть надежда что они по крайней мере в следующем рождении будут счастливы невежественный говорит что же еще мне делать если не принимать рождение есть много таких которые раздают милостыню из-за своей веры в то что следующее рождение неизбежно те кто мудро знают что эта видимость мира ложна они лишаются желаний и освобождаются медитируй на учение данное садгуру и держи его очень близко у сердца не забываешь что ты та самая единая самость слушай гуру и медитируй на его слова с величайшим уважением тот кто этого не делает определенно убивает себя тому кому приходится жить в этом мире не надо гасить лампу знание тот кто придерживается великого утверждения я есть брахман это тот кто имеет право на освобождение в конце концов эта концепция и соблюдение ритуалов и само великое утверждение все исчезает когда нет ни видения не не видения достигнуто естественное состояние заканчивается и медитация и удерживание какого-либо объекта в уме воображение растворено она погружается вне концептуальное тогда тот кого зовут так то и так то есть брахман и остается только сознание это называется тонкий брахман это само по себе и есть естественное состояние сон заканчивается и вместе с ним исчезают и все люди и сна только он остается длинный сон ушел и и лишь брахман остается тогда остается только тонкий брахман который есть чистое сознание оковы мира равно как грех и добродетель рушатся то что кажется заканчивается и остается лишь наблюдатель тот кто не рождался освобожден иллюзия удостоила его попадания в скорбный круг рождения и смерти но теперь все это растворено садгуру подобное алмазному лучу освобождения встретил его ему даровано было его собственное изначальное состояние он убежден в брахмане никуда не выходя и не приходя ниоткуда трагедии семейной жизни мираж которым является океан мирской жизни расселся обычно мы гордимся чем-то определенным и соответственно накладываем на себя путы что нам надо закончить какое-то определенное дело ощущение будто нам надо закончить какую-то определенную работу это гордость это гордость когда мы хотим счастливы жить семейной жизнью однако семейная жизнь никогда не может быть жизнью счастливой глиняную стену никогда не отмыть как бы часто и старательно вы ее не намывали даже семейная жизнь господа вишну никогда не была счастливой семейная жизнь она как хвост собаки которые никогда не распрямить мы хотим что-то сделать и это ничто иное как наша гордость наше ягод только жизнь совершенных ситхопурушей прожита как следует они отбросили всякую гордость пусть хоть всемирный потоп святого это не тревожит дитя гордыни не видит того что по-настоящему вкусно не видит сути счастливой жизни он не может видеть только господь кришна видел суть масла и съел его так что его зовут масляный разбойник маг ханчур тот кто полон гордости лишь страдает от боли и печали людям хочется чтобы произошло так много всего но что во всем этом реального индивидуум джива всегда полон сомнений джива никогда не скажет хватит бог пришел чтобы даровать преданному желаемое но прошло шесть месяцев а преданный так и не смог закончить список того что он хочет он постоянно говорила что хочет еще чего-то а тем временем бог исчез счастлив тот у кого нет гордыни для него океан мирской жизни высох иллюзии действительно всегда противится тому что мы наметили сделать поэтому человек у которого нет гордости счастлив у него нет желания совершить что-то на самом деле само счастье счастлива благодаря ему все печали выпущено на свободу они кончились вкратце там где есть гордость есть иллюзия а там где и нет есть высочайшее состояние счастья человек у которого нет эго никогда не терпит поражений в то время как человек у которого эго есть никогда не не может освободиться от мирской жизни когда улетучивается мираж мирской жизни только когда ты лишаешься гордыни вместе с эгоистическим желанием что я должен закончить определенную работу возникают три вида тревоги это интересное заболевание несчастные случаи из-за внешних обстоятельств или людей и бедствия обусловленная естественными причинами очень легко можно увидеть проживается ли жизнь человека решенного его человека человека без я как следует или нет несмотря даже на то что вы убили собственное эго космический порядок или судьба присутствует в полный рост судьба постоянно совершает свою работу однако природа человека таковы что уме живет вызов проверить на подлинность а как это бог облегчает жизнь человеку решенному гордость коль скоро вы едите свой простой хлеб то и живите так согласно божией воли а вы спрашиваете если бог делает все почему же он не дает мне слона покататься так человек подогревает свою напрасную надежду и делается несчастным природа мирской жизни в том чтобы рисовать картина на стене люди рисуют картина на стенах и дают им разные названия человек желающий сорвать аплодисменты от других изображает себя на выдуманных картинах которые есть океан мирской жизни рама потерял ситу воплощение мира и покоя погнавшись за оленем такова сила того миража иллюзия топор смерти удавка бога смерти запутанность в мае это петля смерти тот кто свободен от гордыни рвет эту удавку бога смерти ямы страдать от печали значит быть битым розгом ямы а причиной тому гордость когда уходят гордость уходят страхи и печали тогда повсюду радость вкушая нектар бессмертия мираж мира испарился это называется бхава что значит то что появилось на свет самость не от мира сего не существует внутреннего и внешнего существования чего-либо существование мира проявляется из разных атрибутов кум атрибуты обозначают только неведение кама значит желание и благодаря этому желанию на свет появилась девственная богиня шарада это называется девственное желание и и чха кумай это именно то что создает в человеке способность восприятие истин и тому у кого нет гордыни мир был показан как иллюзия которая зовется мая у святых никогда нет желаний тогда как для тех кто что-то желает мая создает страхи именно мая считает попрошайками даже богов вишну и шиву у обычного попрошайки скромные требования она такие великие попрошайки как вишну и шива имеет гигантские потребности есть история о царе и мудрецы царь почитал мудреца и со всем уважением предложил ему место для отдыха однако сам во внутреннем помещении храма стал молиться богу прося многих разных вещах мудрец сидевший во внешнем хоре услышал это и стал собираться чтобы уйти царь спросил мудреца почему он уходит на это мудрец сказал ты попрошайка ты просишь у бога о многом а потом дашь мне что-то поесть все вокруг попрошайки вроде тебя разница только в масштабах в этом мире каждый попрошайка богат тот кто ничего не требует такие богачи подобные тукаром подлинные святые они наслаждаются блаженством и говорят пусть майя забирает все что пожелает пусть майя заберет как можно больше все что она в состоянии забрать только тогда живы или индивидуум появляется на свет когда жива того пожелает это называется девственным желанием желание это мир желание это океан мирской жизни для того кто осознает что объектом его желание является его собственная самость мираж мирской жизни исчезает это как если бы он проглотил весь этот океан мирской жизни раз и навсегда тот кто требует что-то от мира никто иной как попрошайка а тот у кого нет никаких требований видящий или мудрец тот кто вернул назад свое желание становится той всеобщность если тебя схватил медведь чего можно добиться целую его медведь не убивает быстро он мучает щекочет и медленно убивает он развлекается жертвой тот кто это понимает не считает что либо в этом мире ценным джива дает ложную клятву готовит себя к деятельности посредством эго и создает воображаемые оковы но эти оковы рушится когда весь феноменальный мир виден только как прахман тут кто в действительности не рождался таким образом освобождается от рождение смерти его беспокоили более удовольствие но теперь тот кто понимает что получающее удовольствие сам есть бог обнаруживает что видимый мираж исчез недуг в форме привязанности воздействовал на того кто на самом деле ни к чему не привязан это он тот кто вне тело казался пойманным интересного сознания и хотя он не от мира сего он был пойман привязанностями мирского теперь это растворилось во всеобщность бытия которая существует до всего и не имеет началу пошло ощущение я которая создала двойственность меня и тебя но теперь это снова стало единым единственность разделилась надвое но снова вернулась к единственности страдание закончилось она просто сбежала прочь тот кто был и есть бесконечный вернулся к тому что не имеет конца он понял что он целая никогда и ничем не беспокоимая через совет сангуру он понял что ему никогда не придет конец он убедился в этом и остается в своем изначальном состоянии невежественные люди во время затмения пытаются освободить солнце раздавая милостыню между луной и солнцем огромное расстояние но в древние времена верили что во время затмения луна глотает солнце у луны нет возможности приблизиться к солнцу а если бы и приблизилась сразу была бы сожжена дотла и не том чтобы ученые не знали этого но в писаниях провозглашалось что луна проглатывает солнце для того чтобы побудить невежественных людей давать милостыню также было написано что давай сегодня одну рублю в следующем рождении получишь много у тех кто создавал писание было намерение так или иначе побудить людей благотворительности однако гуру говорит что ты брахман и мая не может тебя затронуть ты солнце разума гуру разбудил того кто спал он разбудил того кто уже бодрствовал гуру открыл самому знанию что твоя природа от знания когда иллюзия исчезает ты свободен ты тот кто вошел в матку матери где прежде не было плода и ты тот кто остается когда тело умирает прежде чем прийти к гору ты был как мертвец ты принимал смерть и ты вкушал землю тебе вцепившемуся в смерть был дан эликсир нектар бессмертия тому кто наслаждался этим состоящим из земли телом гуру дал выпить нектар бессмертия в индийской мифологии употребление вина называется сура паа вино было дано демоном асуром то вино или сура означает объекты пяти чувств нектар знания был выпит богами господь вишну тот великий бог который пьет нектар это был тот самый кувшин нектара получившийся от пахтания океана садгуру отдал нектар богам а вино чувственных удовольствий было сотворено для демонов которые привязаны к физическому телу те кто пьет нектар знания становятся бессмертными те кто уходят в град бессмертия не возвращаются никогда яма бог смерти вырывает из своей книги те страницы где записаны их имена это мирская жизнь подобно заразной болезни если кто-то завел счет в этом мирском банке другие обязательно захотят тоже однако в книге ямы вы не найдете имени преданного садгуру только милостью гуру можно получить этот нектар потому что у него нет чувства чего-то другого вылечить болезнь майи иллюзия настолько удивительно что непривязанное было поймано привязанностью бессмертному была дана смерть а высшей самости параматману было дано состояние индивидуума дживы и бремени сказанных страданий эту иллюзию эту маю трудно пересечь благодаря сири садгуру иллюзия съеживается и исчезает однако сколько вы не придумывали многочисленных духовных путей и практик все они служат лишь для усиления иллюзии эти усилия похожи на использование бензина для тушения пожар сам пожарный сгорит от таких усилий какой бы усилий вы не вообразили с целью преодолеть иллюзию она только поможет мое проявиться еще сильнее если мы попытаемся разрушить маю используя воображение она еще больше усовершенствуется и никогда не ослабнет только через наставление садгуру никакими другими средствами возможно получить удовлетворение без использования каких-либо концепций или воображения в садхане надо полностью исключить ощущение я это единственный способ разрушить иллюзию если это тонкий момент не усвоен иллюзия становится только сильнее только используя ключ познания себя данной садгуру можно осознать и реализовать самость все другие средства лишь усиливают ощущение бытия живой отдельной личности есть поговорка что когда человек умирает он становится бог это значит что когда отделенность индивидуума умирает то что остается это только браку когда ощущение я это исчезает есть только чистый браку когда завлаждение я уходят существует только шива у него нет никаких привязанностей силой привычки в повседневном поведении утверделась иллюзия и когда это просыпается крайности ада и рая неизбежны самые страшные из всех болезней это концепция отдельности я некоторые называют ее мирской болезнью все творения страдают от той болезни болезнь бытия змеей скорпионом ослом лошадью и так далее имеет место только из-за бытия отдельной сущностью эта иллюзия мать всех болезней ее зовут злой богиней мари который надо приносить в жертву козла кричащего меме и бойвола которые являются символом неведения мари желает этих приношений блеяний козла и мычание бойвола для нее праздник это похоже на болтовню и бессмысленное бормотание человеческих существ время всегда готова жадно проглотить все включая луну и солнце но то что есть верховная смерть смерти глотает даже иллюзию время боится того кто обладает знанием себя время говорит этот охотник неминуемо меня настекает но никто другой не может избежать моих тисков смерти наносит ударов назначенный час и минуту время существовало до рождения время протяженность смерть разные названия одного и того же брахман предшествует времени святые достигли того что вне времени святые используют время как каменный мост чтобы выйти из реки мирской жизни время это смерть и и так же как люди строят мост кладя камень на камень святой подстроил мост ухода от самой смерти индивидуум был трансформирован в господа на раяну силой учения данного сангуру господь рама который принимает это и проходит через жизнь в лесу делает так силой учения гуру и убивает равана который есть ты есть тот рокуир господь рама чтобы избежать страданий лесной жизни тебе надо быть преданным сангуру что означает взять на себя обед выполнять определенные ритуалы это означает что тебя нет и только нараяна существует на языке маратхи это называется на вас и означает тебя нет ты только брахман единой нараяна нет другого такого чуда болезнь иллюзии очень странная никакая другая болезнь не является такой же неизлечимой как болезнь бытия индивидуумом врач не может ее вылечить потому что тот кто ее лечит должен существовать прежде появления иллюзий он должен быть знающим иллюзию знаю всю правду того что прежде иллюзий для этой болезни бесполезно лекарство кроме нектара бессмертия которым является доза осознания что я есть брахман только садгуру может выдать тебе лекарство ты есть то когда вы следуете указанием садгуру и когда вы действительно служите ему болезнь иллюзии постепенно излечивается вы должны принять священное лекарство я и 100 уничтожающих коренную причину болезни которые являются ощущение я это когда лекарство заканчивается болезнь вылечена на самом деле болезнь была не настоящий и лекарство тоже не настоящим мираже случился потоп созданный концепциями и воображением когда воображение разрушилась вместе с ним высохла и вода в том мираже конец истории для того кто это понял нет необходимости в духовной практике у гордости река была тысяча рук прежде чем ученик встретил гуру гуру как господь кришна убрал все лишние руки оставив только две ученику чтобы сделать его непривязанным была дана мантра которая значит я есть то есть история царя которого однажды арестовала ночная стража когда он переодевшись ночью бродил по улице его сразу же схватили и бросили за решетку он забыл сказать стражи что он царь потом самость которые есть подлинный учитель напомнил ему что он был царю как только он раскрыл кем на самом деле является его выпустили из тюрьмы точно так же самость отождествляет себя с оболочкой тела в которую входят и говорит что является этой оболочкой на самом деле она всегда только высшая самость параматман проявляющийся и принимающий все возможные формы узнать это настоящее лекарство параматман властелин мира такая крошечная жизнь который является тело не прославляет его величие глупо утверждать это иллюзия настолько глупо что походят на утверждение будто букашка вышла замуж за верблюда и у них родились уши когда живо узнает собственную реальность есть становится стыдно как может параматман говорить что он лишь невежественные дживы считать себе просто индивидуумом это невежество нонсенс тот кто пробужден знанием освобождается от мирского двойственность разбита тот кто является одним вбел себе в голову что мир по природе двойственен и пребывал в заблуждении из-за неразберихи неведения это похоже на человека который после захода солнца увидел свет искр от костра и начал выполнять ритуалы чтобы завладеть этим светом двойственность была увидена тем кто был одним и благодаря учению садгуру он стал одним снова сначала тот кто всегда пребывал в одиночестве стал множественным у того кто всегда был пробужден было иллюзия что он спит все то что воспринимается видится нами что нам кажется понимается и все то что мы узнаем это опыт переживаний это переживание есть возникновение двойственности из единства и является лишь сном это переживание похоже на время во сне даже если переживание очень коротко это время неведения который является природой времени как такового восприятие времени и переживание внешнего мира это дремота истинного бытия состояние обычного знания это двойственность или иллюзия единство не иллюзия и поэтому они существует свидетельствование другого таким образом был только он пробудивший себя мы реально будучи только самостью никогда не засыпаем органы чувств отдыхают это и есть то что называется сном самость не привязана к объектам чувств если вы самой заснула органы чувств не проснулись бы никогда не было бы никакого движения но она бодрствует она не спит была лишь иллюзия которая была устранена тот кто бодрствовал пробудил самого себя тому кто по природе своей всегда источник света кто по природе изначальный наблюдатель было дано знание себя так описывают того чего это больше не существует это не описание индивидуума это указание на параматман таково учение о брахмане тигр нервничал по поводу того что он будто бы козел но ему дали понять что он тигр тому кто сотворил сам себя напомнили его изначальной природе даже несмотря на то что человек может быть невежественным то что он бессмертен это доказанный факт из-за неведения приходится рождаться снова тогда как обретя знания становишься едином с реальность в этом единственная разница в том кто умирает будучи отождествием с телом доминирует идея что он является ничтожной дживой когда привязанность к телу отпадает через обретение знания становишься огромным едином с наполняющим все бытие осознание что я везде это смерть ограниченного знающего если хотите проверить посмотрите что происходит когда вы спите когда знаешь что нет рождения ты также уверен что нет смерти человек забыл где живет и бродяжничал потом его отвери обратно домой также и тому кто в некачеству через учение садгуру было дано осознать себя тот кто является энергией жизни снова был восстановлен той самой энергией жизни той силой ему показали его истинную природу истинную форму сварупу тому чья природа блаженство было показано что он только блаженство когда великий бог махадев шива стал быком нанди он встал под юрма но когда ему напомнили что он махадев он освободился от ирма индивидуум обязательно будет испытывать печаль и страдания если родиться вновь у владельца рабов была способность воскрешать рабов прежде он понимал рабов из мертвых и снова использовал у него забрали его силу и рабы получили свободу однажды бедняк угодил богу и бог в награду обещал дать ему то что он пожелает по просьбе бедняка бог дал ему много денег когда тот получил деньги грабители его избили и вдоволь поиздевались над ним он получал этот денежный дар сотню раз но всякий раз терял его потому что его сто раз и сбивали потом он встретил святого этот надежно укрыл его в своем жилище вместе с его деньгами это жилище состояние самости он похоронил все четыре тела того человека физическое ментальное причинное и турию или про причина и так тот стал бессмертным если слуге дается дар бессмертия ему суждено остаться слугой какой прок от такого бессмертия при скоро нет желания оставаться бессмертным на таких условиях будьте тем бессмертием которые вне пределов четырех тел свободе дана свобода и гена всегда един шивой однако когда поклонение шеи выполняется с позиции что я отдельно взятая джива которая поклоняется и у меня есть ощущение отдельности такое поклонение не является подлинным поклонением шеи джива стоящие на позиции выполняющего действия становится приобщенной но не знает кем является как только она осознает кем является она за пределами греха и добродетели говорят что четра губ то пишет и четра губ то видит четра губ то по преданию тот кто ведет счет всем добрым и злым делам жизни существует ли какое-нибудь преступление которое было совершено о котором мы сами не знаем если какой-нибудь грех или добродетель неизвестное умом все это говорится к тому что надо отбросить страх однако не думайте что любое ваше деяние останется без ответственности только тот кто лишен желаний освобождается от плодов своих действий что должно уйти так это ощущение что я тот кто получает удовольствие или я тот кто страдает золотой день не имеющий качеств параматман принял качество и утратил радость затем его снова вернула в его собственное состояние царь был освобожден от рабства и снова коронован садхана которую выполняли завершена все техники созданы все наставления относительно повседневной жизни написаны для того чтобы помочь нам познать параматман и на сегодняшний день все они исполнены на опыте было доказано что когда кто-то должным образом использовать человеческую жизнь он становится богом на районной это тот день который святой токаром назвал золотым днем дни я не швар говорил об этом дне что он выпил нектар из золотого сосуда сегодня смысл этой череды бесконечных дней стал досконально понятен поскольку я спустя много-много дней встретил себя до сих пор я совершал так много всяких действий и служил другим думаю что индивидуум джива это я но сегодня случилось окончательное исполнение или уничтожение действия кармы поскольку бог отдыхает в себе едущий верхом на осле заблуждаясь думала что он сам осел он пребывал в заблуждении что это тело ослины и что тот осел я это тело зовется ослом без хвоста святой акнатх в подробностях описал это цирюльника позвали чтобы он пострекосла а он вообразил ослом себя таких глупых цирюльников полно везде в мире мы страдаем от всех земных печалей отождествляя себя со слами об этом нужно крепко задуматься пока длится человеческая жизнь люди любых рас и социумов возмущаются тем кто пытается отбросить эту глупость и таким образом они остаются плененными и человек который отождествляет себя с принадлежностью своей социальной группе остается тем ослом невежественный индивидуум дживо подобен чему-то мертвому дживо выполняет тяжелую работу ради тела служит телу что сводится к службе пяти элементов он служит тело от рождения до смерти а в конце концов тело сжигает как кучу травы вся тяжелая работа выполнены на протяжении жизни оказывается напрасной дживо просто продолжает всю жизнь прибирать за этой кучей из пяти элементов которые в конце концов сжигают нам надо знать кем мы являемся и кому служим также как человек который напился допина ликером изготовленным из плодов дерева шэнди становится блаженным и уважительно украшает это дерево собственной шляпой так и дживо украшает тело который на самом деле безжизнен это не что иное как опьянение чувства мэга ложное дождестрение себя с телом рук меня не сказала ведь хобби дорогой почему ты опустил руки бог сказал я сыт по горло учить этих глупых людей тогда богиня сказала почему же ты держишь глаза открытыми закрой их зачем смотреть на то что они делают садгуру говорит только тот кто осознал самость получает последний плод духовной практики садханы только тогда вся карма исполнена только тогда ваши мертвые предки удовлетворены и празднуют в своем мире говоря благословенны мы потому что в нашей семье родился тот кто освободил нас сослужил нам службу родители счастливы когда рождается сын но не ворчат когда сын женой идут в кино смотреть фильм когда он идет служить садгуру который осознал брахман и обрел знание себя все семьдесят два поколения предков освобождаются потому что теперь он знает свою самость теперь достигнуто то что называется исполнением жизненной цели в этом мире мы можем сказать что земля вращается с единственной целью создать веру в брахман дождь идем для того чтобы помочь кому-то достичь этой цели этим знанием себя до некоторой степени облегчается бремя священного змея шиши который несет землю в своем капюшоне и он радуется человек который в этом мире взращивает древо знаний брахмана наслаждается вечной славой и получает в награду вечность бессмертное состояние садгуру обращает дживу бессмертную энергию жизни и ведет ее к вечной самости и делает ее одним с тем пусть случается все что случается она немного вас стоит ты можешь попрошайничать или уседать на троне где бы то ни был ты счастлив поскольку ты блажен по природе своей это знание себя подобно ценному алмазу который сияет всегда где бы он ни находился его сверкание не меркнет есть одна история о цирюльнике по имени сена бог всерился в этого цирюльника и пошел стричься к другому цирюльнику по имени батшах в зеркале больших увидел четверорукого бога в конце той истории бог говорит что какими бы ни были действия преданного ему сразу будет видно знание себя очевидное в этом теле не останется невыраженным поскольку она освещает все куда бы ни пошел преданный мне ему будут аплодировать есть изречение что одна луна стоит миллиона звезд один человек знающий себя стоит целого мир джняни сам является тотальной победой преданный садгуру чья вера в садгуру совершенно всегда является брахманом в его тотальности и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране удачи а удачи Продолжение следует...